Более 400 лет назад известный предсказатель Мишель Настрадамус упомянул о появлении великого герцога Армении, третьего правителя новой эры, вероятно, после Керенского и Ленина, который будет долго править Россией после того, как там вспыхнет революция. Великий герцог – это, естественно, метафора, означающая верховную власть. Но почему Армении? Ведь известно, что Сталин, который под этим подразумевается, был грузин. Совершенно невероятные гипотезы в отношении этого предсказания Настрадамуса выдвигает Александр Лапшин в своей книге «Роковая схватка». Почему же Настрадамус назвал Сталина великим герцогом Армении? Мать Иосифа, Екатерина Георгиевна Геладзе, родилась и выросла в бедной армянской семье в Горе. Почему в Армянской, если у нее была грузинская фамилия? В этом местечке Грузии испокон веков жили именно армяне, до 90%. Со временем они огрузинивались, теряя свой язык, обычаи, имена и фамилии. Например, такие известные деятели культуры, как Мурадели, Мурядян, Палиашвили, Пальян и другие, могли считать себя грузинами армянского происхождения. Аналогичные процессы происходили и в России. Например, известный русский историк Карамзин происходил из армянского рода Карамзянов. Итак, мать Сталина, Кето, была армянкой с грузинской фамилией. Будучи бедной, она с юных лет зарабатывала себе на жизнь, обслуживая дома богатых, как кухарка, уборщица, посудомойка или швия. Тифлис находился недалеко от Горе. В середине 19 века 80-90% его жителей тоже составляли армяне. И практически вся промышленность, торговля там принадлежали армянам. В доме у одного из таких состоятельных армян, у обувного фабриканта Адельханова, Кето и прислуживала. От него она и родила Иосифа. Совсем недавно обнаружен официальный судебный документ, из которого явствует, что будущий вождь в 15 лет судился за наследство Адельханова, пытаясь доказать, что тот его истинный отец, рассчитывая таким образом завладеть частью состояния своего уже покойного родителя. Однако дерзкий Иосиф, вступая в схватку с влиятельными наследниками Адельханова, был тогда еще явно наивен, и выиграть это дело ему было не суждено. Можно предположить, что когда Кето уже не могла скрывать от посторонних глаз свой грех, она с мольбами или угрозами обратилась к обесчестившему ее Адельханову, чтобы он как-то помог ей избежать людского позора. Фабрикант, видимо, и сам не желал огласки своего прелюбодеяния с прислугой, а потому в срочном порядке отыскал для нее мужа, рабочего своей фабрики, тоже армянина, сапожника Виссариона Джугоева, которому заплатил за женитьбу на беременной Кето приличную сумму. Так что Сталин, получивший при рождении фамилию Джугоев, был армянином как по матери, так и по отцу, не только настоящему, но и подставному. И Нострадамус, назвав его великим герцогом Армении, не ошибся. Однако, почему Сталин всегда считался грузином, или уж на худой конец, осетином? Да по той причине, что он сам изменил национальность и, соответственно, фамилию Джугоев на Джугашвили. Армянин Джугоев превратился в грузина Джугашвили, очевидно, где-то после того, как ему исполнилось 15 лет, когда он проиграл тяжбу в суде против своего настоящего отца. Почему он это сделал? К этому времени Сталин уже сформировался в крайне чистолюбивую, душевно израненную и прикрытую маской заносчивости личность, решив таким способом окончательно и бесповоротно порвать со своим более чем неприятным прошлым. И не только с ним, со своим кровным народом, от которого, как он считал, ничего кроме беспрерывных издевательств, унижений и обид не получил. Сталин не взлюбил армян, а затем и Армению, в разрушении которой он впоследствии принял самое непосредственное участие. Сначала, как подпольный революционер, он способствовал разложению духа армянской армии при войне с турками. Агитируя солдат, как это позже делал Ленин в России, бросать оружие, дабы никовать победу собственным армянским эксплуататорам. А после, когда уже вошел в верхушку нового большевистского правительства, что называется, разодрал Армению на части. При прямом содействии Сталина, Азербайджану были переданы такие земли, как Нахичевань и Нагорный Карабах. А в 21-м году уже туркам Карская область. Турки от подобного подарка советской власти поначалу опешили, ибо они войну не выиграли, а потому, прежде чем взять эти земли, долго совещались, полагая, что за этим кроется какой-то подвох. Любопытно, что даже сейчас турки не вкладывают в Карскую область крупные инвестиции, опасаясь, что эту территорию может потребовать обратная Армения. Присоединись она, к примеру, вновь к России и стань под ее защиту. Но вернемся к детству будущего вождя. Когда Кэто, спустя недолгий срок после свадьбы, подарила Виссариону ребенка, окружающие, безусловно, поняли причину их поспешного бракосочетания. И, конечно, принялись наперебой гадать, кто же истинный родитель Иосифа. Надо думать, молодая семья моментально подверглась всеобщему презрению и насмешкам, включая и их ни в чем не повинного младенца. С самых малых лет Иосиф стал изгоем. Сегодня немалое число людей с негодованием пишут, что вождь был таким чудовищем, что плохо относился к собственным родителям. Мол, он не приехал на похороны матери, а впоследствии, часто бывая на отдыхе в Грузии, ни разу не удосужился посетить ее могилу. Однако к матери Сталин как раз испытывал определенную привязанность, ведь она, хоть и была причиной многих детских бед будущего вождя, но за то, как могла, постоянно его защищала и от соседских ребят, и от своего мужа-сапожника. Она была похоронена в пантеоне на горе Давида, где покоился прах Грибоедова и самых знаменитых людей Грузии. И вождь не был против этого. А об отце и говорить не приходится. Этот сапожник, мрачный, грубый, необузданный человек, довольно часто напивался и становился неудержимо буйным. Вероятно, всю свою драму и неудовлетворенность нищенской жизнью, особенно в периоды запоев, Виссарион вымещал на кыто. Он, должно быть, кричал нечто подобное, когда бил ее. Но больше всего он вымещал свою злость на этом выродке. По-иному он и не мог называть Иосифа. Маленький Сталин, спасаясь от побоев, не один раз убегал из дому, чтобы переждать где-нибудь в горах или в лесу, пока Виссарион не угомонится. Но однажды он, видимо, застал мальчика врасплох и зверски чуть ли не насмерть избил его ногами. В неистовом бешенстве отец сломал ребенку левую руку, после чего у Иосифа началось заражение крови, и он едва не умер. С этой поры Сталин стал сухоруким и обычно держал в присутствии людей больную руку полусогнутой, дабы не было заметно разницы со здоровой. Как после этого он мог относиться к родному отцу? Пожалуй, он бы с удовольствием вычеркнул его из памяти. Сухорукость, которая добавилась к неказистому облику маленького Сталина, вероятно, и вовсе отодвинула его от сверстников. Они и раньше не допускали его к своим играм, а теперь из-за своей неполноценности он и сам бы не стал принимать в них участие. Но и этого оказалось мало. Восемь лет на него свалилось очередное несчастье. Иосиф заболел оспой. После выздоровления лицо мальчика навсегда осталось отмеченным болезнью, в результате чего он получил новый повод для насмешек. Его стали звать Чопур, Рябой. Брак Кето и Виссериона закончился тем, чем неизбежно и должен был. Они разошлись, после чего сапожник скончался в Тифлийской ночлежке. По версии дочери Сталина, Светланы Аллилуевой, он погиб там в пьяной драке, его ударили ножом. Вероятно, именно так все и произошло. Наверняка кто-то в очередной раз напомнил ему, что он жалкий рогоносец, и буйный Виссерион нарвался на чей-то нож. Это случилось, когда Сталину исполнилось 10 лет. К тому времени Иосиф учился уже в духовном училище, по окончании которого поступил в Тифлийскую православную духовную семинарию. Немалое число историков не перестают мучиться загадкой, как сына сапожника могли в нее принять, если туда допускались только дети богатых родителей и священников. Теперь становится совершенно очевидно, что за обучение Сталина в семинарии заплатил его истинный отец – Адельханов. После перелома в Великой Отечественной войне советская армия одерживала над гитлеровскими захватчиками победу за победой. Так и войска, подчинявшиеся генералу Баграмяну, отбросив немцев, вышли к берегу Балтики. Баграмян решил доложить об этом в несколько оригинальной форме. Он своими руками наполнил бутылку водой из Балтийского моря, запечатал ее и вручил своему адъютанту, вместе с приказом доставить это послание в Москву лично товарищу Сталину. Дело адъютанта – служить, и он, естественно, самолетом, как самым быстрым транспортом, отправился в столицу. Пока адъютант находился в воздухе, случилось непредвиденное событие. Немцы мощным контрударом отбросили войска Баграмяна от побережья Балтийского моря. Но адъютанту об этом сообщить никто не удосужился, ибо радио в самолете отсутствовало. Он прямо с аэродрома отправился в Кремль и был допущен в личный кабинет Иосифа Виссарионовича. Вручив вождю бутылку, он гордо отрапортовал. От генерала Баграмяна из самого Балтийского моря. Сталину, конечно же, было уже известно о контрударе немцев, но бутылку он взял. Задумчиво покрутил ее в руках и вернул опешившему адъютанту. «Возьми», – приказал он, – «отдай товарищу Баграмяну и скажи, пусть выльет это туда, где налил». Как известно, вскоре после начала Великой Отечественной войны Иосиф Сталин вступил на должность верховного главнокомандующего. Многие историки дружно заявляют, что полководец из него был никакой. Право эти историки или нет, доподлинно неизвестно. Но СССР победу все же одержал. А после этой Великой Победы, желая отметить огромный вклад Иосифа Виссарионовича Сталина в это достижение, на заседании Политбюро ЦК ВКПБ его члены постановили. Первое. Переименовать столицу СССР город Москва в город Сталин. Второе. Присвоить И.В. Сталину звание генералиссимуса Советского Союза. Третье. Наградить И.В. Сталина вторым орденом Победы. Четвертое. Присвоить И.В. Сталину звание Героя Советского Союза. Как мы знаем, несмотря на свою жестокость, Сталин был человеком скромным и категорически не любил всякого попугайства, вроде украшения себя десятками орденов, чем впоследствии активно занимался Брежнев. Известно, что не существует ни одной фотографии, на которых на мундире вождя одновременно красовались бы звезды Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. А вот подобострастные художники-портретисты всегда изображали Сталина с обеими звездами. Золотая звезда до самой смерти генсека пребывала в наградном отделе Президиума Верховного Совета. Впервые народ смог ее увидеть лишь на похоронах Сталина. Ее несли за гробом на специальной красной подушечке. Так вот, не любивший чрезмерных почестей Иосиф Васильонович все эти решения попытался отвергнуть. Что касается переименования столицы, то в этом вопросе его активно поддержал Молотов. И название Москвы оставили в покое. Золотую звезду Героя Советского Союза Сталин не принял. Я не подхожу под статус Героя Советского Союза. Я не совершил никакого подвига. Принять Орден Победы его хоть и со скрипом, но в конце концов убедили. Не смог Сталин победить и в дискуссии о звании генералиссимуса. Я ведь политический деятель, а не военный. Зачем мне это звание? Резонно заявил он. Вопрос этот поднимали неоднократно. А в конце концов Сталина смог убедить великий маршал Константин Константинович Рокоссовский. Товарищ Сталин, вы маршал и я маршал. Вы меня наказать не сможете. Махнув рукой, Иосиф Виссарионович согласился, о чем потом не раз жалел. Известно, что Сталин и большевистская партия в целом были настроены против Дашнаков, армянской партии Дашнак Цутюн, правившей независимой республикой Армения в 1918-20-х годах. Дашнаки продолжали действовать и находясь в эмиграции, сплачивая армянские диаспоры, создавая оппозицию властям Советской Армении. В ответ большевики устраивали гонения на оставшихся в СССР армян Дашнаков. В окружении Сталина имелся весьма знаменитый армянин – старый большевик Анастас Микоян. Его брат Артем Микоян был известным авиаконструктором, проектировал всемирно известные истребители МИГ – Микоян и Гуревич. В документальном фильме о дочери Сталина Светлане рассказывается, что отец народов добивался от дочери согласия на брак с одним из сыновей Микояна. Получается, свадьбу собственной дочери с армянином он более чем одобрял.